МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша поддержка, как и Ваша конструктивная критика, имеет большое значение для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской республики. В ближайшие годы всех нас ждет колоссальная и очень ответственная работа. Президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином в указе от 7 мая 2018 года номер 204 определены национальные цели и стратегические задачи развития на ближайшие 6 лет. На их достижения из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников выделяется гигантская сумма в размере 25 триллионов 700 миллиардов рублей. Глобальные изменения произойдут во всех сферах общественной жизни. Перед органами власти и институтами гражданского общества, общественными организациями стоит задача добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня бедности, улучшения жилищных условий большинства граждан, значительно ускорить рост экономики, повысить качество и доступность услуг здравоохранения и образования, создать в населенных пунктах современную комфортную среду. Работа по повышению благосостояния жителей Чувашии на основе устойчивого социально-экономического роста была, есть и будет для нас приоритетной задачей. Уважаемые коллеги, за отчетный период основные макроэкономические показатели в республике выросли больше, чем в среднем по Российской Федерации. Обеспечен рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства, обороты розничной торговли, платных услуг населению, реальные заработные платы, внешнеторгового оборота. Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, созданы в целом комфортные условия для ведения бизнеса. На протяжении последних лет нам удается обеспечить долгосрочную сбалансированность и финансовую устойчивость бюджетной системы, сохранять темпы роста собственных доходов бюджета при безусловном выполнении всех принятых обязательств. Уважаемые депутаты, я хочу подчеркнуть, это наша сильная сторона. За прошлый 2018 год консолидированный бюджет республики исполнен целым по доходам в объеме 57 миллиардов 800 миллионов рублей, с ростом на 19,2% к уровню 2017 года. При этом собственные доходы выросли на 9,8%. В структуре налоговых доходов наибольший рост 21% обеспечен по налогу на прибыль организации, что свидетельствует о развитии реального сектора экономики. Хотя здесь проблем еще хватает, и мы будем заниматься по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Минфинам Российской Федерации в 2018 году дана высокая оценка управлению финансами. Республика вошла в число субъектов Российской Федерации, которым присвоена первая степень качества управления региональными финансами. Чувашии также входит в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, занимая по этому показателю пятое место во всероссийском рейтинге. Важным направлением в работе является снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет. По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республика входит тройка лучших регионов Приворско-Федерального округа, имеющих наименьшую долговую нагрузку. Отмечу, что по итогам прошлого года выполнены все социальные обязательства перед ветеранами, инвалидами, многодетными семьями, лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации и другими категориями работников. На государственную поддержку данным лицам направлено более 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Это без учета средств Пенсионного фонда России. На поддержку граждан пожилого возраста 1 миллиард 800 миллионов рублей. На поддержку материнства и детства 2 миллиарда 300 миллионов рублей. На поддержку инвалидов 100 миллионов рублей. На поддержку малоимущих граждан 1 миллиард 100 миллионов рублей. На иные виды поддержки – 1,5 млрд. рублей. Республика вошла в число 16 регионов России, полностью обеспечивших достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы от трудовой деятельности в соответствии с майскими указами президента России от мая 2019 года. Следующий слайд. «Хивель», «Электробурбор», «Электроавтомат» и ряд других организаций. Концерно-дракторные заводы по сравнению с 2017 годом объемы отгруженной продукции увеличились в 1,6 раза. В ближайшей перспективе поэтапное увеличение объема производимой продукции и постепенный выход на докризисный уровень производства. По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в прошлом году Чувашская Республика заняла 8 место среди регионов Российской Федерации и 2 место среди регионов Приворского Федерального Округа. Сегодня в Республике реализуется 120 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 190 миллиардов рублей. Назову лишь некоторые из них. Создание в химпроме нового производства пероксида водорода мощностью 50 тысяч тонн в год. Объем инвестиций по предварительной оценке составит более 5,6 миллиарда рублей. В текущем году будет запущена также первая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский». Общая стоимость этого проекта превышает 6 миллиардов рублей. В 2018 году благодаря реализации инвестиционных проектов в промышленном комплексе создано почти полтора тысячи рабочих мест со средней зарплатой 28 тысяч рублей. Конечно, мы все, с одной стороны, получаем от этих новых рабочих мест удовлетворение, но, с другой стороны, рабочих высокопроизводительных мест не хватает для самореализации молодых специалистов, которые по компетенции отвечают спросу работодателей. Над этими вопросами дальше будем предметно и конкретно работать. Республика в течение последних трех лет занимает первое место в России по инновационной активности организации. Эффективное внедрение инноваций позволяет нашим предприятиям успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. В прошлом году Республика в числе первых российских регионов приступила к реализации приоритетной программы, а сейчас национального проекта повышения производительности труда и поддержки занятости. Планируется вовлечь в эту работу не менее 60 предприятий. Внешнеторговый оборот Республики составил 565 миллионов долларов США и по сравнению с 2017 годом увеличился на 14%. Торговыми партнерами Чувашии стали 98 стран мира. При этом экспорт увеличился почти на 20% и составил 207,5 миллионов долларов США. Основа экспорта Чувашских предприятий – это не сырьевая, не энергетическая продукция. Товарная структура экспорта 49% приходится на долю продукции химической отрасли, более чем 30% на долю продукции машиностроения. Правительство Чувашии оказывает эффективное содействие в развитии малого и среднего предпринимательства. В отчетный период различными мерами государственной поддержки воспользовалось более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря целенаправленной политике оборот субъектов малого бизнеса вырос в прошлом году на 6% и составил 321 миллиард рублей. Объем налоговых поступлений от их деятельности вырос более чем на 20% и составил 16 миллиардов рублей. В цели формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций создана территория, опережающая социально-экономическое развитие Канаж. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность на этой территории реализовать свои инвестиционные проекты на очень выгодных условиях с большими налоговыми льготами. Сейчас соглашения заключены с тремя организациями, которые инвестируют в свои проекты порядка 600 миллионов рублей. Планируется, что до 2027 года включительно вне бюджетные инвестиции ТОС и РКНАШ составят более 7 миллиардов рублей. Здесь будет создано не менее полутора тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Все обязательства со стороны органов власти по вводу и эксплуатации объектов инфраструктуры будут выполнены в этом году в сентябре месяце. К сведению, по предварительным данным Чувашстата, в республике насчитывалось 131 500 высокопроизводительных рабочих мест. О сельском хозяйстве. Сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса в прошлом году из федерального и республиканских бюджетов перечислено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил около 102 процентов к уровню 2017 года. Это четвертое место в Приволжском федеральном округе. Объем производства продукции агропромышленного комплекса республики в суммарном отношении составил 69 миллиардов рублей. В структуре экспорта доля агропромышленного комплекса составила 1,4 процента. Отмечу, что за последние 5 лет объем экспорта продукции аграрного сектора республики вырос в 20,7 раза. Причем наши сельскохозяйственные товаропроизводители поставляют на зарубежный рынок в основном не сырье, а уже переработанную продукцию. Это кондитерские изделия, горчица, кетчуп, соусы, пиво, гранулированный хмель и ряд других сельхозпродукций. В 2018 году республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе по объему производства молока на 100 гектаров сельхозугодий, но и по производству мяса заняла третье место. По объему производства картофеля в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах республика в прошлом году заняла третье место и пятнадцатое место в Российской Федерации. Хотя здесь мы позиции сдаем, об этом мы говорили на встрече с организациями агропромышленного комплекса. На рынке нет стабильной цены, это, конечно, влияет, но в то же время мы, как регион, всегда выращивали картофель, и мы должны на этой культуре зарабатывать прибыль. Благодаря государственной поддержке в аграрном секторе реализовано 63 инвестиционных проекта на сумму более 7,5 миллиардов рублей с созданием более 500 рабочих мест. На развитие сельских территорий направлено более 2,5 миллиарда рублей. Реализовано 264 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На их финансирование из республиканского бюджета направлено 100 миллионов рублей. Очевидны и результаты совместного труда органов власти и населения в целом. Сегодня муниципальными образованиями полностью завершена регистрация невостребованных земельных долей. По этому направлению республика стала лучшим регионом в Приворском федеральном округе. Это факт. Муниципалитеты получили собственность дополнительно 200 тысяч гектаров земель сельхозяйственного назначения. Из них 66% уже вовлечены в сельхозяйственный оборот. Неналоговые доходы местных бюджетов от их использования составили более 87 миллионов рублей. Об этом мы не первый раз говорим, поэтому обращаю внимание глав администрации районов на то, что 100% неналоговых отчислений и налоговых отчислений остается на уровне муниципалитета. Поэтому те земли, которые являются сегодня муниципальной собственностью, должны быть введены в сельскохозяйственный оборот. Это дополнительный инструмент для исполнения доходной части местного бюджета, что ощутили органы местного самоуправления и начали его эффективно использовать. Уважаемые коллеги, строительная отрасль является одним из локомотивов развития экономики республики. Известно, что одно рабочее место в сфере строительства обеспечивает занятость до 6 человек в смежных отраслях. Это вы знаете, я еще раз напоминаю. В прошлом году объем работ по виду деятельности строительства составил 46,5 млрд рублей или 124,7% к 2017 году. Введено в эксплуатацию почти 600 тысяч квадратных метров жилья. Уже не первый год в республике эффективно работают государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан. В прошлом году в рамках этих программ из бюджетов различных уровней выделено более 1,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий для 4200 семей. Завершена реализация масштабной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Более 12 тысяч граждан или 4780 семей получили возможность переехать в новые благоустроенные квартиры. На эти цели было направлено 4,896 млрд рублей. Все обязательства по переселению граждан республика выполнила в полном объеме и в установленный срок. Одной из главных задач является развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения. В прошлом году за счет средств дорожного фонда республики отремонтировано 305 км, построено и реконструировано 42 км автомобильных дорог. По состоянию на 26 апреля текущего года на дорогах республики работает в общей сложности 200 стационарных и передвижных комплексов в фото-виде фиксации нарушения правил дорожного движения. Что это нам дало? Показатели аварийности в местах установки стационарных комплексов снизились на 9%. Это хороший результат. Уважаемые депутаты, наше будущее и будущее наших детей, здоровье нации во многом зависит от состояния окружающей среды. На протяжении многих лет мы с вами твердо входили в десятку регионов с самой благоприятной экологической обстановкой. Как бы там отдельные политические деятели и государственные деятели комментарии не давали, но в сравнении с другими регионами это практически так выглядит. И оценка соответствующих общественных организаций и экспертов на уровне Российской Федерации. В числе первых Россия нашей республики перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В течение двух лет выполнено в полном объеме технические работы по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары. В прошлом году начинается биологический этап рекультивации свалки, что позволит постепенно восстановить и вернуть в хозяйственный оборот 30 гектаров земель. То есть рекультивация на первом и втором этапе проведена. В этом году мы полностью должны завершить и благоустроить данную территорию. Речь идет об этом. Ликвидация пехтулинской свалки это по сути решение исторической проблемы для полумиллионного населения города Чебоксары. В полном объеме выполнены работы по рекультивации санкционированной свалки в деревне Ильбеши Чебоксарского района. Вот эта историческая проблема по двум свалкам на самом деле создает другую среду. Хотя я помню отдельные высказывания или предмитинговые состояния на этих территориях или тех жителей, которые вокруг этих свалок проживали. По конституционному соглашению Акционерному обществу управления отходами в прошлом году завершено строительство второй карты складирования полигона сохранения ТПО мощностью не менее 100 тысяч тонн в год. Это в городе Новочебоксарске. Завершена подготовка к началу строительства мусороберегурочной станции мощностью приема отходов до 50 тысяч тонн в Канаше. В текущем году данный объект планируется ввести в эксплуатацию. В республику вошла перечень 16 регионов Российской Федерации, реализующих мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. 330 миллионов рублей таких средств мы с вами никогда не выделяли. И первые эти средства появились с учетом того, что есть соответствующая федеральная программа. В рамках этих мероприятий в ближайшие 6 лет планируется построить 13 объектов, что позволит 3 раза сократить объем загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу и ее притоки. Внедрение новых технологий, модернизация стратегических для экологии объектов – это инвестиции в здоровье населения и инвестиции в будущее наших детей. Несколько слов о доходах. В прошлом году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике выросла на 10% и составила 27 015 рублей. Реальная заработная плата составила 107,4%. По динамике роста реальной заработной платы в прошлом году Чувашия заняла третье место среди регионов в Привовском федеральном округе. По итогам прошлого года инфляция в республике составила 4,7%. Но здесь есть люди, которые проживают на сегодняшний день за чертой бедности. Конечно, мы будем работать предметно, конкретно с этими людьми. И сама методология на уровне Российской Федерации тоже меняется. Потому что вся та методология, которая на сегодняшний день существует – это опросным путем. И другие цифры, которые не учитываются на сегодняшний день, тоже будут учитываться. В сравнении с показателями по России и Привовско-федерального округа Чувашской республике отмечается низкий уровень потребительских цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. Необоснованного роста цен на продукты удается избежать благодаря развитию аграрного сектора экономики, государственной поддержке местных сельхозтоваропроизводителей, созданию условий для реализации произведенной ими продукции по схеме производителя-покупателя, есть фирменные свои магазины организаций предпринимательского сообщества уроженцев Чувашской республики, где тоже качество и цена сегодня удовлетворяют на потребительском рынке покупателям. Это тоже важный фактор. Рынки труда. По действующей государственной программе «Содействие занятости населения» на 2019 год выделено 605 миллионов рублей, что полтора раза больше, чем в 2017 году. Основная задача органов государственной власти – комплексно оценивать ситуацию на рынке труда и вовремя снимать возникающую напряженность, используя различные меры и механизмы. В прошлом году в результате мероприятий, реализуемых на рынке труда, трудоустроено более 42 тысяч человек, что составляет 86,5% от численности граждан, обратившихся за содействием поиски работы. По данному показателю, республика заняла второе место среди регионов России. То есть, все службы, вся управленская команда работает на результат. По сравнению с 2017 годом снизился как уровень зарегистрированной безработицы, так и уровень безработицы по методологии Международной организации труда. По состоянию на 1 января текущего года службы занятости заявлено 18 тысяч вакансий, со средним уровнем заработной платы 18,5 тысяч рублей. Уважаемые депутаты и коллеги, сегодня в республике насчитывается почти 12 800 многодетных семей. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось в более чем полтора раза. Этому способствовала последовательная государственная политика, направленная на укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации. В прошлом году на социальную поддержку многодетных семей направлен 1 миллиард 300 миллионов рублей. Системой государственной поддержки, которая состоит из 38 видов различных пособий и компенсаций, охвачена каждая третья семья республики, или по-другому 130 тысяч семей. Речь идет не только о повышении материального благополучия, но и создании условий для получения качественного образования, развития способностей и талантов детей, сохранении их здоровья, формирования культуры, здорового образа жизни, улучшения жилищных условий. На предоставление социальных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и репрессионным лицам в прошлом году направлено 1 миллиард 745 миллионов рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны с начала реализации программы уделялось и уделяется особое внимание. Благодаря государственной поддержке улучшили жилищные условия 5979 ветеранов. На эти цели направлено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Состоящих в очереди 48 ветеранов государство не уставит без внимания и окажет им содействие в решении жилищных вопросов. В бюджете текущего года тоже средства предусмотрены. В качестве первоочередной задачи и цели кабинета министров рассматривается сохранение и укрепление здоровья жителей Чувашии. На протяжении последних лет республика занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения. Основное показатель рейтинга – это устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни населения республики, которая в прошлом году по оценке превысила 73 года, и оказание качественной медицинской услуги в шаговой доступности. За последние 6 лет число пожилых людей старше 85 лет увеличилось почти на 25%. Количество долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, увеличилось в 2 раза и достигло 100 человек. С прошлого года в республике инициировано уникальный приоритетный проект «Мужское здоровье». Этот проект поддержан Министерством здравоохранения и общественными организациями, которые работают при Минздраве Российской Федерации. Его эффективная реализация прогнозно позволит снизить смертность среди мужского населения трудоспособного возраста к 2024 году расчетно на 32% и повысить ожидаемую продолжительность жизни мужчин более чем на 5 лет. Вы знаете, я еще раз это отмечу, разница составляет 12 лет. В республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи. Обеспечена ее доступность на каждом уровне, от фельдшерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. Все эти принятые меры позволили улучшить качество оказания медицинских условий к первичному звене. Это всегда была наша сильная сторона, и по оценке Минздрава России мы находимся в числе 10 субъектов-лидеров по этому направлению. Это факт. И хотя неразрешенных проблем еще достаточно, удовлетворенность населения качества медицинской помощи ежегодно улучшается. В прошлом году отремонтировано 18 поликлиник, в том числе 4 детские поликлиники. В сельской местности построено 25 современных фельдшерско-акушерских пунктов. Начиная с 2013 года обновлен каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. И мы, начиная уже с этого года и уже в следующем году, будем сносить ветхие ФАПы. И будем вместо них строить новые. В центре Чебоксар строится крупная многопрофильная поликлиника стоимости почти 800 миллионов рублей. Об этом нас просили ветераны, об этом нас просили горожане. Начато строительство нового современного пристроя к стационаре в городской детской больнице номер 2 стоимостью 457 миллионов рублей. Чувашия – один из первых субъектов Российской Федерации, который реализует проект «Цеховая медицина», направленный на укрепление здоровья и профилактику профессиональных заболеваний работающего населения. Активно развиваются телемедицинские технологии. Пациенты имеют возможность получить консультацию специалистов региональных и федеральных клиник. В Республике обеспечен стопроцентный охват отрасли высокоскоростным интернетом. Во всех медицинских организациях Республики внедрены электронная медицинская карта пациента, электронные сервисы по записи на прием к врачу, сервисы по электронной госпитализации и тому подобное. Уважаемые депутаты! Об образовании. Почти третья часть расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики – это более 18 миллиардов рублей направлено в сферу образования. Большое внимание уделялось развитию инфраструктуры системы образования. Благодаря активному строительству новых детских садов Республике удалось полностью ликвидировать очередность дошкольных учреждений детей старше трех лет. В 18 муниципалитетах местами в детских садах обеспечены также дети и от полутора лет. В ближайшие три года планируется строительство или приобретение 18 детских садов на 3340 мест. Всего на эти цели выделены средства в размере 2 миллиардов 430 миллионов рублей. В прошлом году введен в эксплуатацию Чувашский кадетский корпус на 400 мест, который стал ресурсным центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования в целом. В нем созданы все условия для интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития молодых людей. На базе кадетского корпуса проводятся форумы и спортивные состязания для кадетной республики, мастер-классы, семинары, совещания для педагогов по развитию атриотического воспитания. В прошлом году выполнены реконструкции Крестинской средней школы, здание подначальной школы в семье Бакрово. В настоящее время в Чаповсарах ведется строительство школы с элементами цифровизации на 1100 мест в микроороне Вовске-3 и школа на 8600 мест в микроороне Новый город. Школа на 300 мест строится в Ярине. Всего в 2018-2025 годах планируется построить и реконструировать 29 школ на 13500 мест, а также провести капитальный ремонт 71 здания общепрозвательной школы. Активно осуществляется вовлечение детей в научную деятельность, техническое и инженерное творчество. Для этого создаются детские технопарки, центры по уявлению поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках проекта «Науку и школу» поставлено современное лабораторное оборудование в школьные кабинеты физики, химии и биологии. В текущем году в этом проекте будут участвовать 10 тысяч учащихся. К 2024 году их число удвоится. На днях республики выигрывали еще три гранта в рамках нацпроекта «Молодые профессионалы» на сумму более 60 миллионов рублей на создание условий по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики чувачьей. В финале 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» в городе Южно-Захалинске сборная чувачьей заняла 14-е общекомандное место среди 85 российских регионов. Пять представителей техникумов и колледжей республики включены в расширенный состав национальной сборной 45-го чемпионата мира «Отстиллс» Казань-2019. Всего по количеству участников соответствующих стандартам республика занимает 16-е место среди субъектов Российской Федерации. В республике проводится активная государственная политика, направленная на развитие физкультуры и спорта. В прошлом году в Днях здоровья и спорта приняли участие почти 163 тысячи жителей республики. Систематически занимают физкультуры и спорта в общей сложности 511 тысяч человек и почти 45% населения. И хочу я искренне выразить слова благодарности всем тем, кто ведет активную гражданскую позицию и ведет здоровый образ жизни. В официальные списки кандидатов в сборную команды России включены 183 спортсмена. В 2017 году было их 174. В текущем году в республике запланировано проведение свыше 80 всероссийских соревнований совместно с Минспортом России и Всероссийскими спортивными федерациями. Самыми значимыми спортивными мероприятиями станут 100-й чемпионат России по легкой атлетике, открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин, финальные соревнования 9-й летней спартакиады учащихся России по 7 видам спорта. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, поддержка творчества также входит в число важнейших государственных задач. В прошлом году построено 5 сельских домов культуры, в 33 муниципальных учреждениях культуры проведен текущий ремонт, 24 сельских клуба оснащены современным светосигнальным оборудованием. По информатизации библиотек республика вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации и заняла первое место среди регионов Приворска Федерального округа. Нашими музеями организовано больше 900 выставок. Посвящаемость государственных и муниципальных музеев в расчете на одного жителя республики увеличилась на 20%. На протяжении многих веков народ Чувашской республики сохраняет свою самобытность, традиционный жизненный уклад, уникальную культуру. Наш долг – сохранить это богатое культурное наследие для будущих поколений и укрепить процесс их глобализации, которые негативно в отдельных случаях влияют на культурно-досугой уровень жизни. Одним из важнейших условий улучшения социального самочувствия жителей республики является обеспечение комплексной безопасности. В республике создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 119 или по-другому – система 119. В прошлом году операторами системы 119 принято более 794 тысяч звонков, то есть ежесуточно более 2200 звонков, и эта система работает без сбоев. Успешно используется правоохранительный сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Установлено почти 3000 камер видеонаблюдения, изображения которых выведены в дежурные части территориальных органов внутренних дел, что обеспечивает непрерывный контроль за оперативной обстановкой в режиме реального времени. Использование данной системы позволяет современно выявлять правонарушения и обеспечить надлежащим уровнем охрану общественного порядка. В республике ведется планомерная и целенаправленная работа по борьбе с коррупцией. В прошлом году госорганами и органами местного самоуправления по итогам антикоррупционных проверок дисциплинарной ответственности привлечены 292 служащих. Уволено за утрату доверия 7 должностных лиц. Правоохранительными органами по преступлениям коррупционной направленности к ответственности привлечено 140 лиц. Возмещено в бюджет более 139 миллионов рублей. Мы эти вопросы обсуждаем на разных площадках с участием органов правопорядка. Уважаемые депутаты, коллеги! Национальные проекты являются самой масштабной государственной программой за последние 30 лет. В Чувашской республике реализуется 11 из 12 национальных проектов, 67 федеральных проектов, 52 региональных проекта. В мероприятиях 19 региональных проектов участвует муниципальное образование. В текущем году объем финансирования мероприятий национальных проектов за счет бюджетных средств составит 9 миллиардов 946 миллионов рублей. Всего за 6 лет расчетно на реализацию национальных проектов за счет всех источников будет направлено более чем 77 миллиардов рублей. Эти средства предназначены для решения конкретных задач по обеспечению устойчивого развития реального сектора экономики, укрепления социальной стабильности, повышения качества жизни населения. Конечно, простые люди должны почувствовать улучшение благосостояния их жизни. Именно граждане дают нашей работе самую главную и объективную оценку. Осенью прошлого года исследовательская компания из Перми провела в Республике социологический опрос. Они выиграли конкурс. Согласно полученным данным, жители на отлично и хорошо оценили работу оригинальных органов власти в сферах культуры и спорт 68% опрошенных, общественная безопасность 61%, образование 53% опрошенных. Вместе с тем, каждый третий опрошенный или 33% опрошенных граждан поставили неудовлетворительную оценку в работе органов власти в сфере ЖКХ, 26% в работе в части содержания дорог и транспорта, и транспортной реформы. В 2018 году на моей имени и в адрес кабинета министра Чувашской республики поступило и взято на контроль почти полтора тысячи обращений. Большинство жалоб также было связано с ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве и неудовлетворительным состоянием дорог. Органами исполнительной власти и муниципальной власти следует незамедлительно реагировать на все поступающие в свой адрес обращения и исправлять все допущенные ошибки. Если с точки зрения использования разных инструментов, надо использовать и сети, соответственно, у нас есть инструмент народный контроль, есть телефоны горячей линии, и вот когда работа проводится, в свое время нам нужно доводить эту информацию, справедливую, достоверную, объективную информацию до жителей. Жители республики должны в короткие сроки почувствовать перемены к лучшим по тем наболевшим или волнующим им вопросам. Касаясь общественно-политической ситуации, могу сказать, на территории республики мы вместе с вами, уважаемые депутаты Государственного Совета, обеспечивая стабильную и социально-экономическую ситуацию, и общественно-политическую ситуацию. И наша задача, с учетом всех тех новых вызовов, в этом году работать так же честно, открыто, искренне, встречаться с народом, обсуждать разные вопросы, в отдельных случаях просто доводить достоверную информацию или разговаривать с людьми, с простыми людьми. Тогда мы всегда будем находить понимание с жителями Чувашской республики. Благодарю за внимание.